друзья всем привет добро пожаловать в новое видео мы уже находимся перед польшей заехали на эрвишку сейчас поменяем наши чипы и будем выдвигаться он игорек там воюет с обувью бомба люки и как видите мы мчим в этот раз без прицепа прицеп мы оставили на базе и будем забирать наш прицеп в голландии то есть до голландии мы едем без прицепа тоже такой километраж я еще ни разу не проходил порожним еще мы катались пустые на голландию на подачу на погрузку а вот именно без прицепа первый раз у меня такое так что давайте прокатимся сейчас заедем еще одна златория на зубра посмотрим как раз по времени мы идем успеваем заехать на златорию посмотреть что-то по коврикам нам немножко выделили денег можно потратиться на ламбрекен на шторы какие-нибудь в общем посмотрим что там есть и что еще нам надо нам нужен пистолет потому что у нас отвалился покинул чат наш пистолет дафовский оригинальный перестал работать короче решили его поменять купить обычный польский хорошего качества черный посмотрим что по ценнику вот и что нам еще надо нам надо на златорий электрик потому что по магнитолу парни сами не сделали смотрите вот на это лицо разве это электрик нихрена это не электрику вот поэтому нужен толковый электрик чтобы он нам перепаял прозвонил вывел провода на колонке в общем все это сделал мы лучше заплатим денег сделаем все культурно и не будем париться чем сами будем ломать голову день сидеть в ю тубе как это что куда выходит как прозванивать как что делать тем более тестер у нас нет что-то я заговорился надо чипы менять в общем ладно друзья меняем чипы выдвигаемся потихонечку в польшу здесь тащена кстати начали делать с литовской стороны дорогу будет наверное тоже двойная под ее полосы до самой польши потому что вы как знаете там заканчивается двойная и начинается одиночка и вот этот вот одиночный участок хотят сделать тоже наверное двойным чтобы до самой польши потому что и границу уже польскую сделали в две полосы и мне кажется что скоро вот это все сделаю тоже укатают будет прям прям классно будет но когда это все будет когда это мы с вами увидим непонятно но уже за работу взялись уже копают уже перекопали техника стоит как бы короче работа двигается и кстати открыли дорогу смотрите мы сейчас обижаем вот эти зублички паркинги все до сувалок всю эту дорогу обижаем по 2 по 2 полосы каждую сторону вообще время экономить игорем здорово вот в общем короче вот 130 игре горит в прошлый раз они уже ехали со стороны голландии вот справа у нас зублички остаются здесь вот съехать можно и вы выскакивается получается на это вот перекрестки делать пешеходный перед магазином с красной крышей магазин и дельфина довольно любитом заправка но съехать если что можно если на крайний случай магазин там на паркинг хотите съехать то съезд есть ну а если по времени ехать говорю игорек они поменялись за белостоком в прошлый раз уже ехали со стороны голландии дорога уже была открыта прошлым рейсом и по времени сэкономили игре прискакал на границе думают где это уже одиночка начнется дорога а тут короче бах смотрит уже на границе на буддийской рабочего времени еще два часа в запасе короче экономия времени это получается где мы сейчас выскочим в августове дал в августове на объездной августову выскакиваем так что нормально скоро до варшавы откроют вообще круиз включил и полевой нигде не останавливаясь никуда не заезжаясь и никуда не надо мне поляки молодцы дороги эти клепают вроде бы блин а еще и не предполагалось что эту откроют они частями открывают открывают нормально а потом как откроют но и до белостока дорога новый потом едешь думаешь где как игорь грицет поворот проворонил куда сейчас приеду с беларусь куда-нибудь заеду гродницкую область примут там вообще все едем вчера когда прицеп на базе оставляли обнаружили утечку воздуха через вот этот кран пытались вылечить у нас просто вот этот клапан он не отскакивал и постоянно под давлением воздуху ходил пытались вылечить вот таким вот путем постучали несколько раз но это не помогло и только хирургическим вмешательством замена всего крана также ехали вон на ходу видите на хомутах тоже чуть не потеряли подкрылок ветер чуть не приделал ноги нашему подкрылку ну заехали купили благо в польше на каждой заправке хомуты можно найти на 3 хомута держится дырочки просверлены бы никуда ноги ничего не приделывается этот нормально по креплению все это когда помните в гололед мы объезжали тоже машинку и там через обочину немножко прижали подкрылок вот так вроде бы все доехали целый целую дорогу ливень помыл машину нам даже в польшу на мойку не пришлось заезжать пока хотели получали номера на прицепом отвалилась у нас фольгированная это гофра бля не достать ну блин она не металлическая принципе отвалится но он видно что уже видишь переломала ее да и как-то достать каким-то образом чтобы она никуда сзади не прилетела ни в какую машину и тем временем пока сходили мы получили наши транзитные номера на полуприцеп все документы инвойсы соответствующую страховку и схему проезда к стоянке где находится полуприцеп полуприцеп не новый тоже процедура как бы уже произведена не на куда не нужно будет ехать все у нас уже имеется в руках надо сейчас просто развернуться и в обратную сторону доехать до кольца лево-право по схеме сказал что две минуты подарили нам две ручки папочку дали культурно все красиво фирменная папочка бумажная все документы страховки инвойсы документы на прицеп еще и номера видите такого плана выглядят транзитные номера голландии выезжаем цеплять прицепы ехать уже куда-то на эту на стояночку становится на паузу кстати проехали мы 1700 километров за нашу смену и у нас осталось 40 минут как раз вот зацепиться и по-быстренькому не заказать сибаса отсюда потому что нигде в польше не заезжали тем более на тягачи на разгон идет бодро нигде не тормозились не оттормаживались магазин заехали только водички купили все и что говорил остановились этот подкрылок сделали чтобы ветер ему ноги не приделал и все и все остальное время ехали только останавливаться на две минуты поменять чипы вот стояночка где одни полуприцепы находятся сейчас нам надо подать я так понимаю документы которые нам дали на офисе на охрану и чтобы они нам его нашли нам же не самим придется мне ну кажется искать как ты думаешь сейчас пойдем гулять заедем остановимся занесем документы ему подскажет надеюсь кто-то чинит становись пока пошли узнаем так что крепим номера документы у нас все на руках и можем съезжать на паркинг здесь в принципе промзона но я вот не знаю по поводу того дадут ли нам здесь где-то переночевать спокойно что кажется навряд ли за щелкнули документы забираем идем зацепим и будем искать место так как я сказал прицеп у нас не новый ценник вы можете видеть 11 400 кроновский сейчас нужно будет это уже наверно после паузы заправить его завести установку посмотреть потому что проверить здесь по месту не можем да так обошли ну понятно что прицеп старый все здесь смотреть все гнутая по резине нормально барабаны какого-то года я даже не посмотрю какого у нас года двенадцатый год милиция 2012 давай 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 как оказалось у нас прицеп не заторможенный гонщики пригоняет видимо отцепили и все и поехали не затормазывают это игорь пихает пихает и прицеп вместе с тягачом выезжает но меговский конечно высокий высокий полуприцеп гораздо выше нашей кабины получается но по высоте габариты не должны превышать ладно поднимаем лапы так тоже по огням все проверили габариты аварийка поворотники все у нас работает и стопаки тоже все работает на нашу подушки не шипели ну вроде накачивает нормально до составь транспортная и тоже когда-то система для меня новая за что это вообще для для трейлер ламп это там какие-то на это у нас идет с оси у нас внутри трейлера полуприцепа как ты говорил ленточная такой пол и может это включать короче и будет эти эти кружочки груз подъезжает сам может быть такое может быть такой техникой мы не сталкивались и нам принципе нахрен не надо он ключ даже смотрите вырезанный врезанный все поехали да конечно с ржавчиной есть такие косячки немножко по корпусу ну двенадцатого года прицеп что вы хотели так нормально главное чтобы установка все работало друзья всем доброе утро можно на загрузочке завели рф повезем под температурой и утро начинается у нас с терафлю и гроб приносина потому что походу просквозило сегодня целую ночь у меня колотила трясло потом жар температура где-то 37 и 8 37 и 6 сбить пока не сбивал сейчас вот выпью терафлю и упадок сил вообще ломит кости так что не могу ничего делать игорек первый решил поехать у него принципе состояние нормально сейчас он решает на какую рампу нам потому что наша занята и повезем мы что-то по температурой но здесь мы в гиртеке отбужали картошку фри и игорек тут грузился я загружался тоже что сейчас пока не могу сказать точно ребят состояние такое всего ломит и груди что-то горит тоже непонятно так что в более болеть в рейсе ну его нафиг ребят благо антибиотики все есть и процитамол вбить температуру и буклин тоже есть антибиотики все это имеется и противовирусных тоже много пакетиков ну что на мерседесе отъедет сейчас вот здесь нет нет никого я спросил мне показал и показывают 21 так я понимаю что 21 прицеп уберите он сзади он какая-то херня будет сейчас уберет у нас 21 рампа и занято видите прицеп в общем загружаемся и потихонечку выдвигаемся в сторону вильнюса открыли мы смену в 5 утра пока заехали на заправку рэв заправили пока завели его тоже провода накидывали потому что аккумулятор был мертвый